Аркам ТВ представляет Толкование суры Аль-Кадр, часть первая Итак, Всевышний Аллах говорит Пять коротких и прекрасных аятов Давайте узнаем, как эта сура связана с предыдущей сурой «Аль-Аляк», которую мы закончили на прошлом уроке В первую очередь сура «Аль-Аляк» начинается с того, как именно начиналось откровение Помните первые пять аятов «Читай именем Господа твоего, который сотворил» Так начиналось откровение Когда посланник, салляллаху алейхи вассалям, был в пещере, к нему спустился ангел Джибриль, мир ему, и повелел «Читай», а в суре «Аль-Кадр» говорится о том, когда откровение началось Получается, предыдущая сура отвечает на вопрос «как», а эта сура на вопрос «когда» Воистину, мы не спасли его, то есть Коран, в ночь Аль-Кадр Чуть позже мы более подробно поговорим о том, что именно означает слово «Аль-Кадр» Сейчас же мы узнали про первую связь между этими сурами Сура «Аль-Аляк» рассказывает о том, как началось откровение, а сура «Аль-Кадр» о том, когда откровение началось Это первая взаимосвязь между двумя сурами Вторая взаимосвязь Всевышний Аллах сказал в предыдущей суре Он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал А в суре «Аль-Кадр» Аллах Велик Он и Возвышен говорит Откуда ты мог знать, что такое ночь Аль-Кадр? В предыдущей суре Аллах сказал, что он обучил человека тому, чего тот не знал А в этой суре Аллах говорит Откуда ты мог знать, что такое ночь Аль-Кадр? Другими словами, посланник, салли Аллаху алейхи вассалям, никогда бы не узнал про эту ночь И Аллах решил даровать ему особое знание о ней Еще одна прекрасная взаимосвязь между этими сурами, на которую указал Аш-Ша'рави Да смилуется над ним Аллах, а также доктор Фадль Салих Ас-Самараи Потрясающее наблюдение В последнем аяте суры Аль-Аляк Всевышний Аллах говорит Пади, ниц, совершай земные поклоны и приближайся к Аллаху А посредством чего мы можем приблизиться к Аллаху? В какую ночь люди больше всего должны падать ниц? В ля-лят-уль-кадр, в ту ночь, о которой было сказано в самом первом аяте следующей суры Также в начале предыдущей суры было сказано «Читай», то есть читай Коран Какой Коран? Тот, что был неспослан в ночь Аль-Кадр, о которой сказано уже в этой суре В суре Аль-Кадр говорится «Что именно мы должны читать?» Таким образом, эти две суры связаны друг с другом во многих аспектах Вы знаете, что есть множество мнений и разговоров относительно того, в какой день бывает ночь Аль-Кадр? Все мы знаем, что это одна из пяти последних нечетных ночей Рамадана Это то, о чем слышал практически каждый мусульманин Это либо 21-я, либо 23-я, 25-я, 27-я или 29-я ночь Аль-Алю-Си, да смилуется над ним Аллах, говорит Примечательно, что в суре Аль-Кадр всего пять аятов И также есть всего пять возможных ночей, когда может наступить ночь Аль-Кадр Кстати, есть около 40 мнений относительно того, когда именно наступает эта ночь Но вместо того, чтобы упоминать их все, приведу некоторые интересные мнения, которые относятся к Ибн Аббасу Да будет доволен ими обоими Аллах У него два мнения на этот счет Согласно одному из них, это 23-я ночь Рамадана, и это его ичтихад У Ибн Аббаса есть и другое, более позднее мнение, согласно которому, это 27-я ночь Рамадана Этого же мнения придерживались и некоторые другие ученые Хотя ни одно из этих мнений не является стопроцентным доводом Все-таки самое известное и распространенное мнение, то, что это 27-я ночь Но наш урок не посвящен тому, какая по счету Лайля Туль-Кадр Я лишь хотел показать вам, что, во-первых, на этот счет есть множество мнений И, во-вторых, есть некоторые любопытные мнения о том, почему это должна быть именно 27-я ночь В любом случае, самое безопасное мнение, а Аллах знает лучше, что Лайля Туль-Кадр наступает в одну из нечетных ночей И мы точно не знаем, какая именно эта ночь Это однозначно самое безопасное мнение Хотел бы поделиться и своими мыслями на этот счет Если найдете их полезными, можете ими воспользоваться Если нет, то спросите у знающих, к которым я, конечно, не отношусь Но лично я считаю, что сегодня среди мусульман возникает очень много споров о том, когда начинается Рамадан Одни говорят, что сегодня, другие говорят, что завтра Третьи вообще через два дня начинают Сколько энергии и сил люди тратят на подобные разговоры Хотя, если бы они тратили столько же времени и сил на последние 10-11 дней Рамадана То это было бы намного полезнее Лучше проявить наибольшее усердие именно в последние 10-11 дней Рамадана Это не так легко в наше время Рамадан начинается, и 3-4 дня мечети бывают забиты людьми Но затем они выдыхаются Начинают ходить через день, затем через два, затем еще реже Проходит 20 дней, к этому времени люди уже конкретно устают и ленятся Хотя именно последние 10 дней – это время, когда их ждет настоящее сокровище И что люди делают? Они берут выходной на 27-е число И всю эту ночь проводят в поклонении Надеясь, что, возможно, это и есть та самая ночь Думаю, это не очень правильное поведение Мы, наоборот, должны таким образом распределять нагрузку Чтобы больше энергии у нас оставалось на последние 10 дней Опять же, личный совет – это не фетва, а просто общий совет мусульманам Вместо того, чтобы выгорать в первые дни Рамадана Начинайте постепенно увеличивать поклонение Хорошо, вам сложно молиться все 11 ракаатов во время Таравиха Молитесь столько, сколько сможете А когда устанете, присядьте и отдохните Это не обязательная молитва, так можно Отдохните, а потом снова продолжайте Лучше понемногу добавлять нагрузку и равномерно провести Рамадан Чем дать газу в первые несколько дней А затем расслабиться и облениться в последующие 20 с лишним дней Не посещая Таравихи и не читая Коран Или читая медленнее Мне часто говорят, знаете, я слишком медленно читаю Коран Но Коран и нужно читать размеренно и неторопливо Коран не нужно читать с суперскоростью, не имея понятия о том, что вы читаете После чего вы устаете и откладываете Коран на долгое время Не для этого был неспослан Коран Это последнее, что прибавит вам смиренности в молитве А в чем смысл молитвы? В поминании Аллаха Всевышний Аллах говорит Муси, мир ему «Воистину я, Аллах, нет божества, кроме меня Поклоняйся же мне и совершай намаз, чтобы помнить обо мне» А как мы будем поминать Аллаха, если мы даже не поспеваем за словами Когда не понимаем, что читается в молитве Как мы сможем поминать Аллаха? Мы потеряли дух молитвы и стали переживать только о форме молитвы И это наша печальная реальность Итак, это было отступление Давайте перейдем к обсуждению самой суры «Аль-Кадр» Всевышний Аллах говорит «Воистину мы неспослали его, то есть Коран, в ляйлятуль-кадр» В этом аяте много слов, которые требуют внимания Во-первых, слово «мы» В некоторых аятах Всевышний Аллах использует местоимение «мы», когда говорит о себе Многие люди спрашивают, почему Аллах говорит «мы неспослали», а не «я неспослал» Ранее мы уже говорили об этом, поэтому повторим вкратце В первую очередь местоимения, которые используются в отношении Аллаха в Коране Это «я», «мы», «ты», «он» Четыре местоимения используются в Коране в отношении Аллаха «Свят Он и Велик» Из них только одно выглядит как множественное число «мы», а все остальные стоят в единственном числе Тем, кто запутался и решил, что «мы» здесь указывает именно на множественное число Приведу несколько контраргументов Во-первых, если бы местоимение «мы» в отношении Аллаха Действительно указывало на множественное число То мы бы увидели в Коране не только местоимение «он», но и «они» Но в Коране вы нигде не найдете местоимение «они» в отношении Аллаха Так же, как вы не найдете и местоимение «вы» в отношении Аллаха Таким образом, хоть Аллах и говорит о себе «мы», «мы» не спасали Это не «мы» множественного числа Поскольку во втором и в третьем лице местоимения множественного числа не применяются в отношении Аллаха Такое происходит только с местоимением «мы» Это первое, что нужно отметить Второй момент, о котором не все знают Слово «мы» использовалось в семитских и во многих других языках Как демонстрация власти и королевского положения В древности короли не говорили «я прощаю тебя» Они говорили «мы прощаем тебя» Мы отпускаем тебя Мы так решили Хотя это все один и тот же человек Он говорит о себе «мы» Это проявление величия и власти Он говорит о себе так, чтобы подчеркнуть свое величие и власть над подданными Часто в Коране Всевышний Аллах говорит о совершении каких-либо грандиозных величественных дел О том, что только Он может сделать Например, когда Аллах обеспечивает своих рабов водой Когда Он дарует им пропитание Когда Аллах заботится об их нуждах Когда Он создает и творит Все это проявление исключительного величия, власти и мощи Аллаха И в таких случаях вы, как правило, увидите местоимение «мы» Когда говорится про Аллаха, особенно это касается аятов о ниспосылании воды Это интересный факт, поскольку Всевышний Аллах говорит Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, когда его трон находился на воде Вода – это символ владычества Аллаха на земле Поэтому каждый раз, как Аллах говорит про ниспосылание воды с небес Вы обнаружите слово «мы» в отношении Аллаха Но есть два случая, когда Аллах говорит о себе «я» Либо когда Всевышний Аллах сильно разгневан Либо наоборот, когда Он проявляет свое безграничное милосердие Тогда Аллах говорит о себе, употребляя местоимение «я» Поэтому можно сказать, что местоимение «мы» применяется, когда речь идет о каких-то грандиозных вещах В то время как местоимение «я» связано с чем-то более частным и личным Когда Всевышний Аллах указывает на свое отношение к рабам «мы» больше относится к объявлениям, декретам, а местоимение «я» – это нечто личное Оно ближе и более эмоционально заряженное Приведу несколько примеров Когда Всевышний Аллах принимает наше покаяние, Он не только прощает нас Но еще и заменяет наше злодеяние благодеяниями Таково свойство покаяния И в этом проявляется огромнейшая милость от Аллаха и Его сильная любовь к нам В Коране вы не найдете аят, где Аллах говорит «я принимаю покаяние» Покаяние – это проявление величайшей милости Аллаха к нам Поэтому Всевышний Аллах говорит «я принимаю покаяние» Не мы, а я И также, когда речь идет про суровое наказание Например, когда последователи Айсы, мир ему, попросили его обратиться к Аллаху Чтобы Аллах не спослал трапезу с небес Первыми словами Айсы, мир ему, были «побойтесь Аллаха» То есть «бойтесь Аллаха» Для чего вы просите об этом? И это была естественная реакция Айсы, мир ему Поскольку он был последним пророком из числа сыновей Исраиля Которые на протяжении многих веков постоянно просили явить им чудеса Но после того, как им демонстрировали самые удивительные явления Они все равно не обладали верой Их сердца оставались черствыми Поэтому Айса, мир ему, как бы говорит «Вы опять просите явить вам чудеса? Побойтесь Аллаха! Сколько можно?» Всевышний Аллах сообщил, что Он отправит им трапезу Но при этом Аллах сделал им грозное предупреждение Вот как оно звучало Я не спошлю ее вам Но если кто-либо после этого не уверует То я подвергну его таким мучениям Которым я не подвергал никого из миров Очень суровые слова Которые приобретают еще более суровый смысл Поскольку Аллах говорит о себе «Я», а не «мы» Таким образом, есть смысловая разница между использованием этих местоимений в Коране Но есть еще один очень важный момент, на который не всегда обращают внимание И в этом заключена прелесть Корана Люди, которых сбивает с толку слово «мы» в отношении Аллаха На самом деле недостаточно внимательно читают Коран Каждый раз, как в аяте появляется слово «мы» в отношении Аллаха Святу на Велик То почти сразу или прямо до него приходят имена Аллах и Господь Которые находятся в единственном числе Поэтому нет никаких сомнений, что мы в этих аятах указывает на Всевышнего Аллаха Например, даже в этой суре Аллах говорит «Воистину мы не спасли его в лейлятуль-кадр» И затем, продолжая читать, мы дойдем до имени Аллаха, ар-Раб, Господь Итак, каждый раз рядом с «мы» до или после него приходят прекраснейшие имена Аллах или Господь Давая всем понять, что местоимение «мы» не нужно понимать в буквальном смысле Как местоимение множественного числа Есть еще один момент, который важно понять Является ли эта ночь, лейлятуль-кадр, благословенной по причине того, что в нее был ниспослан Коран Или она изначально была благословенной, и затем в нее был ниспослан Коран Аш-Ша'рави, да смилуется над ним Аллах, приводит следующее мнение Эта ночь была изначально благословенной, благодатной и величественной Еще до того, как был ниспослан Коран И ее благодать и достоинства только увеличились после того, как в нее был ниспослан Коран Поэтому она и была названа лейлятуль-кадр, ночь предопределения Указывая на то, что Всевышний Аллах уже даровал ей достоинства Еще до того, как был ниспослан Коран В другом аяте, из суры Ад-Духан, Всевышний Аллах говорит Воистину мы низвели его, то есть Коран, в ночь благословенную Воистину мы увещеваем Аш-Шаукани, да смилуется над ним Аллах Возможно, привел самое точное и подробное толкование суры Аль-Кадр Я прочел около 20 толкований этой суры И заметил, что между разными тафсирами есть много схожестей, повторений и параллелей Но прочтя тафсир Аш-Шаукани, да смилуется над ним Аллах Я пришел к выводу, что он, по сути, охватывает все, что мы должны знать о суре Аль-Кадр В нем не приведены десятки мнений от передатчиков Кто, что и от кого сказал А даны лишь самые точные предания Самые достоверные и правильные мнения на этот счет И мы пройдем их одно за одним, с позволения Аллаха Вначале поговорим про местоимение его Во фразе «Мы не спослали его» Оно относится к Корану В любом языке мы используем местоимение Только если слушатели уже знают, к кому или чему оно относится Например, если ваша супруга попросит вас пойти в магазин за продуктами и скажет «Пожалуйста, не забудь его» Вы тут же спросите ее «Чего не забыть? Молока? Подгузников? Чего его?» Если слушающий еще не в курсе, о чем идет речь Мы не будем использовать слово «его» в речи Он должен знать о ком или о чем говорится Она должна была сказать «Пожалуйста, не забудь молоко» А затем через 10 минут повторить «Ты не забыл его?» В этом случае он уже будет понимать, о чем идет речь Но здесь мы видим местоимение его уже в самом первом аяте Воистину, мы не спослали его в ночь предопределения Всевышний Аллах не сказал «Мы не спослали Коран в ночь предопределения» А сказал «Мы не спослали его в ночь предопределения» Этому есть несколько объяснений Которые мы приведем из слов самого Аш-Шауканида «Смилуется над ним Аллах» Он говорит Слово его в начале речи может приходить для выражения любви и почтения То есть знание о том, что это именно Коран настолько утвердилось в нашем сердце Что даже не нужно упоминать, что здесь имеется в виду конкретно Коран Нет необходимости произносить само слово Коран Это делается только в том случае, когда все понимают, о чем говорится Или эта тема настолько всеохватывающая, настолько важная, что даже нет необходимости упоминать ее имя Приведу вам пример из нашей жизни Я вообще не слежу за футболом Но говоря на тему футбола, вы можете сказать Они точно выиграют Лигу чемпионов в этом году Имея в виду Реал Мадрид К примеру, вы не упоминаете имя этой команды А просто говорите Они выиграют Если рядом с вами будут те, кто болеет за эту команду То они поймут, что речь идет именно о Реале Эти аяты были не спосланы в то время, когда люди разделились на две группы На верующих, которые почитали Коран и с нетерпением ждали новых аятов И неверующих, которые люто ненавидели Коран Не было нейтральных по отношению к Корану людей или тех, кто просто интересовался Кораном Таких не было Люди либо умирали ради Корана, терпели пытки и покидали Родину Либо они убивали, мучили и изгоняли тех, кто следовал Корану То есть, были две крайне противоположные стороны И обе стороны прекрасно это понимали Поэтому, когда Всевышний Аллах сказал «Воистину мы не спасла ли его?» То и верующим, и неверующим было совершенно ясно, что это Коран Есть еще один момент, который стоит отметить И который немного не сходится с тем, что мы узнали в одной из предыдущих сур Всевышний Аллах сказал «Верный дух Джибриль сошел с ним, то есть с Кораном, на твое сердце Чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает» А в другой суре Аллах говорит Это слова благородного посланца То есть, ангел Джибриль передавал эти аяты посланнику Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим Но в этой и предыдущей суре Всевышний Аллах дает нам понять, что Джибриль, мир ему, всего лишь посланец А чьи это на самом деле слова? Аллах велик, он и возвышен Всевышний Аллах прямо говорит «Мы не спасли его» Да, Джибриль, мир ему, передал аяты пророку саллиллаху алейхи ва саллим Однако они принадлежат Аллаху Святу на Велик Таким образом, в аяте подчеркивается, что именно Аллах Святу на Велик не спаслал Коран Это второй важный аспект, который мы должны отметить В Коране приходят два слова со значением «не спасылать» Анзаля и Наззаля Иногда используется первое, а иногда второе слово Например, в аяте «Воистину мы не спаслали Наззальна тебе Коран частями» Здесь пришел глагол «Наззаля» в значении «не спасылать» Но в суре «Аль-Кадр» Аллах говорит «Воистину мы не спаслали Анзальна его в ночь предопределения» Здесь мы уже видим глагол «Анзаля» в значении «не спасылать» Между ними большая разница, хотя оба этих глагола переводятся одинаково Глагол «Анзаля» образован по формуле «Афа'аля» Которая дает смысл однократности того, что произошло единожды То есть, когда Всевышний Аллах сказал То значит, что Он не спаслал весь Коран целиком За один раз в ночь предопределения В отличие от него глагол «Наззаля» образован по формуле «Фа'аля» Которая указывает на продолжительно длительное действие То, что происходит не один раз, а многократно По этой же формуле образован глагол «Алляма» Обучать Обучение не происходит за один раз Это длительный процесс Студенту нужно время, чтобы освоить информацию Учителю нужно время, чтобы передать весь материал То есть, это долгий процесс, который может занять годы Но также есть глагол «Ааляма» Объявлять, информировать, образованный по формуле «Афа'аля» Сколько времени требуется, чтобы проинформировать о чем-то? Это происходит за один раз Как только вы объявили что-то, то все, дело сделано Если вы скажете, что рейс будет в 20.00, то этого будет достаточно, и вам не надо многократно повторять эту информацию. Таким образом, в Коране используются два разных глагола в значении «ниспосылать» — «анзаля» и «наззаля». Первый указывает на то, что весь Коран был ниспослан целиком за один раз. А второй глагол «наззаля» указывает на то, что Коран ниспосылался в течение долгого периода. Все мы знаем, что Коран ниспосылался пророку, салляллаху алейхи вассалям, на протяжении 23 лет. Ниспосылание началось, когда ему было 40, и завершилось, когда ему было 63 года. То есть, всем хорошо известно, что Коран ниспосылался продолжительное время. Почему же в суре «аль-кадр» использован глагол «анзаля», указывающий на то, что Коран был ниспослан целиком за один раз? Этому есть одно объяснение, которое преобладает среди ученых. Я расскажу вам преобладающее мнение, которое также принадлежит Ибн Аббасу, да будет доволен имя Аллах. Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, приводит его в своем тавсире и говорит. Всевышний Аллах ниспослал Коран, исхранимый скрижали, на первое небо в лейля туль-кадр. Весь Коран целиком был ниспослан с седьмого неба на первое небо в лейля туль-кадр. И уже с первого неба Джибриль, мир ему, передавал аяты Корана посланнику Аллаха с.а. время от времени, по мере возникновения необходимости. Кто-нибудь задавал вопрос и ниспосылался аят с ответом на этот вопрос. Происходило какое-то событие, и ниспосылался аят, разъясняющий его. Возникала какая-то проблема, и затем приходил аят, объясняющий, как ее решить. Например, в суре «Аль-Исра» Аллах, Велик Он и Возвышен, говорит. Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы не спосылали его частями. Когда возникала соответствующая ситуация, тогда и не спосылались аяты. Хороший пример – сура «Абаса». Он нахмурился и отвернулся. Произошел определенный случай, и затем был не спослан аят. Еще пример. Что ты думаешь о том, кто мешает рабу, когда тот молится? Сначала произошел этот случай, а затем был не спослан аят. Итак, аяты Корана не спосылались время от времени, по мере возникновения той или иной ситуации. Неверующие курайшиты задавались вопросом, «Почему Коран не был не спослан целиком?» Представьте такую ситуацию. Какой-то человек только что принимает ислам, и ему вручают перевод смыслов Корана, говоря, «Вот, читай, что произойдет с этим новообращенным?» Он очень быстро устанет его читать. У него возникнет множество вопросов. Лучше его знакомить с Кораном постепенно, давать каждый раз по одному уроку, не торопить, не загружать информацией. Как Всевышний Аллах обучал сподвижников? Как Всевышний Аллах обучал самого посланника, салляллаху алейхи вассалям? Сколько лет им потребовалось, чтобы изучить Коран? 23 года. Возникла ситуация, не спосылался аят из Корана, и они заучивали его. Так они постепенно, понемногу впитывали в себя Коран. Таким образом, изучение Корана – это долгосрочный процесс, и это из сунны. Читать и изучать его размеренно, не спеша. Мы не должны прочитывать Коран как газету или учебник. Так к Корану не относятся. Требуется время, чтобы размышлять о нем, понять его смыслы. Это нечто глубокое, требующее глубокого изучения. Итак, Коран был целиком неспослан на первое небо. На это указывает глагол «анзаля». И уже оттуда, с первого неба, аяты Корана неспосылались пророку салляллаху алейхи вассалям на протяжении 23 лет. Есть еще один аят. В месяц Рамадан был неспослан Коран. «Унзиля» – весь Коран. Откуда мы поняли, что он целиком был неспослан в Рамадан? Потому что в аяте использован глагол «унзиля». Таким образом, в месяц Рамадан, а именно в «Лейля туль-кадр», был неспослан весь Коран. Далее мы поговорим о том, что такое «Лейля туль-кадр». Что означает слово «аль-кадр». Мы знаем, что «Лейля» – это ночь на арабском. Но что означает слово «кадр»? Обычно словосочетание «Лейля туль-кадр» переводится как «ночь могущества» или «ночь предопределения». Однако такой перевод не совсем точно отражает, что именно Всевышний Аллах называет «Лейля туль-кадр». Мы прочтем комментарии некоторых ученых, которые я считаю очень полезными и интересными. Первый комментарий. Он встречается во многих хадисах, преданиях от сподвижников. И суть его в том, что эта ночь названа «Лейля туль-кадр», потому что «кадр» переводится как «предопределение». То есть в эту ночь Всевышний Аллах предопределяет то, что пожелает на следующий год. В Коране Всевышний Аллах говорит о себе. И Он над всякой вещью «кадр». Слова «кадр» и «кадр» имеют один и тот же корень – Всевышний Аллах над каждой вещью мощен, каждую вещь предопределяет и планирует. Люди составляют десятилетний или тридцатилетний план, план бюджета на год, в течение которого нужно выполнить определенные действия. Всевышний Аллах и так об этом знает, однако Он позволяет Своим ангелам узнать, каков Его план на следующий год. Что Всевышний Аллах предопределил Своим рабам? Так вот, в «Ля-Ля-Туль-Кадр», в «Ночь предопределения» ангелам сообщается о том, что Аллах предопределил для Своих творений на следующий год. Это первое мнение. Также есть мнение, что эта ночь названа «Ля-Ля-Туль-Кадр» в значении «Ночь величия» или «Ночь могущества», поскольку слово «Кадр» означает не только предопределение, но еще и «Могущество» или «Величие». Получается, это «Ночь могущества» и «Величия». Еще есть мнение о том, что «Ля-Ля-Туль-Кадр» означает «Ночь признательности» или «Ночь благодарности», поскольку слово «Кадр» переводится еще как «Признательность». Толкователи Корана говорят, что эта ночь называется «Ля-Ля-Туль-Кадр», поскольку это ночь, в которую Всевышний Аллах доволен Своими рабами, которые поклоняются Ему. Настолько, что по Своей необъятной милости Аллах объявил поклонение в эту ночь лучше, чем поклонение на протяжении тысячи месяцев. То есть «Ля-Ля-Туль-Кадр» не равна тысячам месяцам, а даже лучше, чем тысячам месяцев поклонения. Субханаллах. Также есть мнение, что слово «Кадр» еще переводится как сужение, стеснение, затор. Например, Всевышний Аллах говорит, «А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах». Также в суре «Аль-Фаджр» Всевышний Аллах говорит, когда же он испытывает его, ограничивая его в пропитании, тот говорит, «Господь мой унизил меня». Его удел становится ограниченным, он уже не может расходовать так, как раньше. Так вот, стеснение, ограничение также являются одним из значений слова «Кадр». И если взять такое мнение, то «Ля-Ля-Туль-Кадр» названо именно так, потому что в эту ночь на Землю спускается так много ангелов, что на ней становится очень тесно. Все эти значения — ночь величия, ночь предопределения, ночь могущества, ночь стеснения, по причине большого количества ангелов, спускающихся на Землю — все эти значения заключены во фразе «Ля-Ля-Туль-Кадр». Если бы мы взяли какое-то одно из этих мнений, например, что «эта ночь могущества», то все другие значения ушли бы. Однако Всевышний Аллах использовал идеальное слово, которое одновременно включает в себя все эти прекрасные значения, не исключая одного от другого. Аль-Би-Ка'и, да смилуется над ним Аллах, комментируя слово «Его» в первом аяте и его отношение к Корану, говорит, что любовь к книге Аллаха лежит в сердце каждого человека. Поэтому достаточно сказать «мы не спасла ли его», поскольку каждый понимает, что имеется в виду благородный Коран. Следующий аят. «Откуда ты мог знать, что такое «Ля-Ля-Туль-Кадр»?» Есть один интересный комментарий по поводу слова «уама адрака». Это просто удивительные слова. Во-первых, частица «ма» в арабском языке имеет множество значений, и одно из них указывает на удивление или благоговение. Если взять это мнение, то смысл аята будет таким. «Откуда ты, в принципе, мог узнать, что такое «Ля-Ля-Туль-Кадр»?» Обратите внимание, вопрос не звучит как «Когда будет «Ля-Ля-Туль-Кадр»?» Хотя все наши разговоры сегодня только о том, когда она наступит. Всевышний Аллах акцентировал внимание не на том, когда «Ля-Ля-Туль-Кадр», а на саму суть этой ночи, как бы говоря, вы хоть осознаете, насколько это удивительная ночь? И так, частица «ма» в этом аяте служит для выражения удивления, и также для усиления, экспрессивности и придания тяжести, указывая на то, что это нечто грандиозное и великое. Другой момент. В книге Аллаха можно встретить две формы. «Ма-Юдрика» – «Откуда ты знаешь?» и «Ма-Адрака» – «Откуда ты мог знать?» То есть иногда используется прошедшее время, а иногда настоящее будущее. Например, в суре «Аббаса» Всевышний Аллах говорит «Откуда тебе знать?» Возможно, он бы очистился. А здесь, в суре «Аль-Кадр» Всевышний Аллах сказал «Ма-Адрака» – «Ма-Лайла-Туль-Кадр». Также аяты «Ма-Адрака» – «Ма-Адрака» – «Ма-Адрака» – «Ма-Адрака» – «Ма-Ал-Хутама». Толкователи Корана практически единодушны в том, что когда Аллах использует форму настоящего будущего времени «Ма-Ма-Юдрика», после нее Всевышний Аллах не дает ответа, поскольку это нечто, о чем знает только Аллах. А когда Аллах говорит «Ма-Адрака» – «Откуда ты мог знать?» то есть форму прошедшего времени, то обычно Аллах далее приводит ответ. Итак, посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, было сказано «Ма-Адрака» – «Откуда ты мог знать, что такое «Лай-Ля-Туль-Кадр»?» Прошедшее время указывает на то, что пророку, саллиллаху алейхи вассалям, будет дан ответ. Чтобы дать нам понять, что же делает эту ночь такой особенной и удивительной, остальные аяты суры, по сути, отвечают на этот вопрос. Так ведь? «Лай-Ля-Туль-Кадр» – «Лучше тысячи месяцев». В эту ночь ангелы и дух, то есть Джабриль, нисходят с дозволениях Господа по всем его повелениям. То есть, с 3 по 5 аяты нам дано подробное определение, что такое «Лай-Ля-Туль-Кадр». Следующий момент, который я хотел бы отметить. В эту ночь был неспослан Коран, и это стало исключительным событием. Всевышний Аллах использовал в этой суре такую форму речи, которой нет ни в одной другой суре Корана. В арабском языке есть правило. Использование имени в речи более выразительно и сильнее, чем использование местоимения. То есть, если вы открыто проговариваете имя или название, то это звучит более сильно. Например, если я скажу «Абдуль-Карим здесь», то это будет звучать более благородно и уважительно, чем просто сказать «Он здесь». Смотрите, в Коране мы видим такие аяты. «Откуда ты мог знать, что это такое?» «Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий?» «Откуда ты мог знать, что такое ночной путник?» Есть множество аятов, которые начинаются со слов «Откуда ты мог знать?». И, как правило, в следующем аяте идет пояснение. Например, «Откуда ты мог знать, что это такое?» «Жаркий огонь». Всевышний Аллах не сказал «Это жаркий огонь». То есть здесь нет повторения. «Откуда ты мог знать, что это такое?» «Жаркий огонь». Просто жаркий огонь. Второй пример. «Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий?» В следующем аяте не сказано. «Огонь сокрушающий – это разожженный огонь Аллаха». Фраза «Сокрушающий огонь» не повторяется. То есть после вопроса «Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий?» Сразу идет ответ. То же самое в суре «Ат-Париq». «Откуда ты мог знать, что такое ночной путник?» Теперь давайте вернемся к нашей суре. Всевышний Аллах говорит «Откуда ты мог знать, что такое ляйлятуль-кадр?» И мы видим, что в следующем аяте идет повторение. Ляйлятуль-кадр – лучше тысячи месяцев. Это единственное место в Коране, где часть вопроса повторяется в следующем аяте. И это выделяет данный аят среди всех остальных аятов, в которых используется подобный стиль. Все дело в том, о чем именно говорится. В суре «Ат-Тариq» говорится о звезде, то есть о творении Аллаха. В суре «Аль-Хумаза» говорится об адском огне, также о творении Аллаха. Все это грандиозные творения Аллаха, но ничто из этого не сравнится с ночью, в которую был неспослан Коран. Поэтому и была использована особая форма речи «Откуда ты мог знать, что такое ляйлятуль-кадр?» Ляйлятуль-кадр – лучше тысячи месяцев. Это настолько великая ночь и великое событие, что Всевышний Аллах повторил его в следующем аяте. Вообще фраза «Ляйлятуль-кадр» приходит в этой суре три раза. «Воистину мы не спослали его в ляйлятуль-кадр». «Откуда ты мог знать, что такое ляйлятуль-кадр?» И затем еще раз «Ляйлятуль-кадр – лучше тысячи месяцев». Аль-Кушейри, да смилуется над ним Аллах, ученый 4 века, пишет в своем труде «Лята-ифуль-иша-рат» «В первую очередь, это прекрасная ночь, в которой Всевышний Аллах предопределяет свою милость и величайшую награду любимцам из числа его рабов, да сделает Аллах нас из их числа». Рабы Аллаха, поклоняющиеся Ему в эту ночь, осознают ценность самих себя. Другими словами, верующие, которые проведут эту ночь в поклонении, узнают свою ценность и высокое положение перед Аллахом, поскольку люди, не имеющие никакой ценности перед Аллахом, обычно спят в эту ночь, совершенно пренебрегая поклонением в ней. Поэтому, хотите узнать, любит и ценит ли вас Аллах, посмотрите, как вы проводите эту благословенную ночь. Аль-Кушейри продолжает. А те, которые действительно стремятся к милости и довольству Аллаха, ценят и наилучшим образом поклоняются Аллаху в эту ночь. В эту ночь они поклоняются так усердно и так страстно, как ни в одну другую ночь. Есть множество мудростей и пользы в том, что мы точно не знаем, когда наступает эта ночь. Одна из них – это избежание лени, когда люди проводят в поклонении всего 10 последних ночей Рамадана, а не только 27-ую ночь. Аль-Алюси, да смилуется над ним Аллах, говорит, «Одна из мудростей и незнания того, когда именно наступает лалюту-ль-кадр, состоит в том, что могут быть люди, которые, зная об этой ночи и ее достоинствах, все равно отнесутся к ней небрежно. И это может стать огромным убытком и бедой для них». И действительно, есть ли более ужасная потеря и более тяжелый убыток, чем этот? Когда даже узнав о достоинствах и величайшей награде в эту ночь, человек все равно пренебрегает ею и спит в эту ночь, или, что еще хуже, совершает грехи в эту ночь. Да позволит нам Аллах заставать лалюту-ль-кадр в поклонении каждый Рамадан. Последний аят на сегодня, и мы сделаем перерыв. Всевышний Аллах говорит, лалюту-ль-кадр лучше тысячи месяцев. Многие ученые, комментируя этот аят, сказали, «Совершение деяний в эту ночь лучше совершения благодеяний на протяжении тысячи месяцев, в которых нет ночи предопределения». Этого мнения придерживался Аллах и другие ученые. Имеется в виду, что благодеяния, которые человек совершит в эту ночь, имеют большую ценность, чем благодеяния, совершенные за тысячу месяцев, что равняется примерно 83 годам. Мне стало любопытно, и я решил узнать, какова средняя продолжительность жизни. Просто представьте, Аллах предоставляет нам бонус, равный 83 годам. Так вот, в США средняя продолжительность жизни среди женщин максимум 80 лет, а для мужчин 74 года. Получается, тысячи месяцев даже превосходят среднюю продолжительность жизни в одной из самых развитых стран мира. И чтобы получить награду, превосходящую поклонение в течение тысячи месяцев, Всевышний Аллах предлагает нам всего одну ночь. В эту ночь вы можете приобрести награду на всю оставшуюся жизнь. Вот какая-то великая милость, дарованная нам Аллахом. Во многих странах мусульманского мира продолжительность жизни всего 40 лет. В некоторых странах, где есть голод, вообще 33-35 лет. То есть, они в ночь предопределения могут заработать награду, как за поклонение в течение двух своих жизней. Вы можете себе это представить? Сура начинается со слов «Откуда ты мог знать, что такое лейля туль-кадр?» Это нечто, о чем мы сами никогда бы не узнали. Есть одно предание, которое относится к пророку, саллиллаху алейхи ва салям. Узнав, что продолжительность жизни у людей его общины будет короткой, Он стал опасаться, что если у них будет короткая жизнь, то у них не будет шанса заработать достаточно благодеяний. Поэтому Всевышний Аллах даровал ему и его общине лейля туль-кадр, чтобы они могли догнать и даже оказаться впереди всех других общин по количеству благодеяний. Представьте, если кто-то из нас каждый год будет заставать ночь предопределения. И так на протяжении десяти лет. Это почти тысячу лет поклонения. Да поможет нам Аллах ценить эту ночь наилучшим образом. Другие толкователи сказали, что слова «лучше тысячи месяцев» относятся не только к поклонению, но и к тому, что эта ночь – прекрасная возможность и шанс исправить свои дела. Например, у вас проблемы и конфликты в семье. Вы не разговаривали с братом несколько лет, и каждый раз, желая позвонить ему, вы боялись, что он снова накричит на вас. Так вот, лейля туль-кадр – именно то время, когда вы можете восстановить отношения, забыть старые обиды, перевернуть страницу, укрепить семейные и родственные отношения. Благо, которое можно получить в эту ночь, не сравнится ни с одной другой ночью. Поэтому не упустите ее. Также обратите внимание, что Аллах не сказал – «Ночь предопределения подобна тысяче месяцев». Всевышний Аллах говорит, что она лучше, чем тысячи месяцев. О чем нам это говорит? Одни ученые говорили, что под словами «тысяча месяцев» имеются в виду «все времена», «целая вечность». Поскольку арабы часто использовали фразу «тысяча месяцев» в качестве гиперболы. Например, когда мы говорим «ну все, теперь вы тысячу лет будете дружить». Это не значит, что после тысячи лет они перестанут быть друзьями. Или же кто-то говорит «мы приятели на веки веков». И есть другие гиперболизированные фразы. Поэтому да, можно вычислить, сколько это лет, сколько молитв можно совершить за это время. Однако, эти ученые также считают, что выражение лучше тысячи месяцев может подразумевать сотни и сотни лет, поскольку это словосочетание «тысяча лет» часто использовалось среди арабов для выражения очень и очень долгого периода. Это то, что касается аята «Ляйлятуль-Кадр» лучше тысячи месяцев. Далее Всевышний Аллах говорит «в эту ночь ангелы и дух нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям». Это самый большой аят в суре, и в нем содержится множество прекрасных уроков и мудростей. И мы постепенно разберем его. Перед тем, как перейти к толкованию этого аята, обратим внимание на его чудесную литературную неподражаемость. Мы всегда говорим, что Коран – это точная речь. И сегодня я вам покажу, что Коран – то, чем вплоть до каждого отдельного слова. На что не способен ни один человек. Постараюсь донести до вас, что я имею в виду. Все вы слышали слово «демо» и знаете, что оно означает. А какова полная форма этого слова? Демонстрация. Или, например, слово «физра» расшифровывается как «физическая культура» и так далее. Иногда мы используем короткую форму слова, а иногда полную форму. Но все, кто понимают этот язык, осознают, что обе эти формы слова означают одно и то же. Можно сказать «я посещаю физру» или «я посещаю физкультуру». Это будет одно и то же. В арабском языке тоже есть нечто подобное. Вы можете произнести слово в его полной форме и также в его сокращенной форме. Есть много способов сделать это. Один из них – это когда происходит слияние букв в одном слове. Например, есть глагол «татаназзалю». Это фактически форма слова. В начале мы видим две буквы «та» – «татаназзалю». Так вот, в арабском языке допускается убрать первую «та» и сказать просто «таназзалю». Оба эти слова имеют одинаковый смысл. Единственная разница в том, что второе слово – сокращенная версия первого. Так же может происходить и с глаголами и некоторыми другими. Так же в Коране пришли слова. Можно убирать букву из слова, если оно не теряет свой смысл. И хоть значение не меняется при подобном изменении, тем не менее, согласно риторике древнеарабского языка, чем более длинное слово вы используете, тем больше смысловой нагрузки оно в себе несет. К чему я это говорю? В аяте пришло слово «таназзалю алмалайка». Сколько букв «та» мы слышим? Одно «та». Приведу вам другой аят из суры «фуссилят». «Инна лвзина калу раббун Аллах, фумма стакаму, татаназзалу алейхиму алмалайка». Сколько «та» мы видим на этот раз? Две. Перевод у этих слов одинаковый. В суре «аль-кадр» говорится, что ангелы спускаются, и в суре «фуссилят» говорится, что ангелы спускаются. Однако в первой суре Аллах сказал, а в другой суре, если говорить с точки зрения риторики, то когда вы сохраняете полное написание, то есть сохраняете обе «та», значит, контекст аята более обширный, более грандиозный. Это нечто очень часто происходящее. В аяте из суры «фуссилят», где Аллах говорит, «татаназзалу алейхиму алмалайка». Спускаются к ним ангелы. Речь идет о моменте смерти человека, когда к нему спускаются ангелы. Как часто они спускаются? Как часто это происходит? Каждый день, практически каждую минуту ангелы спускаются в момент смерти человека. Есть и другие случаи, когда ангелы спускаются. В аяте, который мы собираемся прочесть, тоже говорится, что ангелы спускаются. Но когда они спускаются? В ночь предопределения. Это не происходит каждую ночь. Как часто это происходит? Чаще или реже, чем в предыдущем аяте? Конечно, гораздо реже. Это именно то место, где уместно сказать «на больший масштаб». И это также отразилось на написании. Это сравнение. Чем меньше степень и масштаб деяний, тем меньше букв в слове. И поэтому использована сокращенная форма. «Таназзалю». Давайте поразмышляем об этом немного. Я понимаю, что это немного сложные и утонченные вопросы. Тем не менее, давайте задумаемся вот о чем. Посланник, саллиллаху алейхи вассаллим, не просто читал Коран. Он его рецитировал. Для неверующих эти слова были просто речью. Они не воспринимали его, как написанный текст. Будете ли вы помнить о том, что сказали в прошлом году, или что вы собираетесь сказать через год? Можно ли представить, что... Вот человеку осталось совсем немного. И он говорит себе, «Может, я должен напоследок добавить «та» спереди? Поскольку оно здесь больше подходит по контексту». Вы считаете это, в принципе, возможным? Субханаллах. Всего одна буква «та» в аяте сама по себе является чудом, показывающим исключительность и точность Корана. И это можно встретить на протяжении всего Корана. Например, разница между «тазаккару» и «татазаккару», «татафарраку» и «тафарраку». Эти тонкие различия на самом деле являются очень важными при изучении Корана. Итак, общий смысл аята такой. В эту ночь ангелы и дух нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Более подробно об этом аяте мы поговорим на следующем уроке. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин